МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Режим ЧС из-за срыва посевной кампании отменяют в Алтайском крае. Об этом в Рио губернатора региона сообщил на совещании правительства. По словам Виктора Томенко, в рамках режима ЧС на Алтае удалось максимально устранить последствия переувлажнения почвы. В частности, аграрии изменили структуру посевных площадей. Сортовой состав сельхозкультур ввели немало таких, у которых короткий период вегетации. Отдельное внимание специалисты уделили борьбе с сырниками, болезнями и вредителями. По оперативным данным, яровой сев в регионе выполнен на площади 4,5 гектаров. А часть полей отдана под однолетние травы и озимые. Виктор Томенко подчеркнул режим ЧС, помог аграриям пролонгировать кредиты и привлечь новые займы. Но расслабляться рано впереди не менее ответственная уборочная кампания. И уже сейчас эксперты понимают, что ее сроки могут существенно сдвинуться. Странные насекомые атаковали жители Барнаула. Пользователи одной из соцгрупп выложили в интернете фото, на которых видно, что окна многоэтажек усеяны незнакомыми существами. Правда, комментаторы к интернет-сообщению о насекомых отнеслись с юмором. Одни в шутку прозвали их опасными зверями, другие монстрами. На самом деле страшные насекомые, скорее всего, поденки или метелицы, безобидные создания, которые любят влажные места. Их название в переводе с латыни звучит как «длящийся не более дня», так как членистоногие живут не больше одного дня. Часто их используют для ловли рыб, а вообще они обитают в воде. В связи с этим у многих возник вопрос, как насекомое, обитающее в воде, забралось на верхние этажи многоэтажек. Барнаульцы предположили, что поденки прилетели в город после проливных дождей. А вот житель краевой столицы собирает подписи под требованием обработать территорию города от комаров и мошек. Об этом сообщает Политсибру. Подробнее об этом мы не только в традиционном обзоре новостей журналистов Сибирской медиагруппы. Нигде в Барнауле нельзя спокойно провести время, не отмахиваясь от комаров и мошек. Помимо неприятных укусов, комары могут быть переносчиками опасных для человека вирусов, паразитов и бактерий. Это цитаты из петиции от Сергея Бутина, на которые, кстати, уже подписали более полутора тысяч человек. К слову, собрать нужно две с половиной. Оставить свой голос за обработку можно на сайте Политсибру. 588 жителей края, чьи дома наиболее серьезно пострадали в первую волну паводка, наконец-то получили федеральные выплаты в размере 100 тысяч рублей. По 50 тысяч выплатили почти 3 тысячам пострадавших, по 10 получили чуть более 18 тысяч человек. Аргументы и факты Алтая сообщают также, что 140 человек обратились с просьбой признать их жилье непригодным для проживания. Решение должна принять межведомственная комиссия региона. В Барнауле продолжают ремонтировать дороги в рамках федерального проекта. Сейчас работы ведутся на 31 участке. К примеру, на Социалистическом улице Карла Маркса, Комсомольском, Ядринцево. Журналисты «Комсомольской правды» Барнаул напоминают, что в этом году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» Краевой столице выделено более 911 миллионов рублей, более 600 миллионов из которых средства федерации. Татьяна Голубева, Наши новости. Краевой диагностический центр сегодня отмечает юбилей одному из ведущих медицинских учреждений региона 25 лет. Ежедневно специалисты центра принимают более 2 тысяч пациентов. В год это почти 300 тысяч человек. В диагностическом можно пройти обследование и сдать анализы, которые не могут сделать в большинстве лечебных учреждений края. А все процедуры проводятся на современном оборудовании. Главная задача диагностического центра – консультации и обследования, в том числе сложных больных. Семье алтайского хоккеиста требуется помощь. Весной этого года у Алексея Ощепкова сгорел дом, восстановить который своими силами у мужчины не получается. Без крыши головой остались его двое детей и жена. Подробнее в нашем сюжете. Трагедия случилась 14 мая. Сначала просто замигала лампочка. Когда жена и двое детей выбежали на улицу, уже горела крыша. Неисправная электропроводка стала причиной ЧП. Через час от дома остались одни руины. Сгорело все – одежда и документы. Эта история вмиг облетела весь интернет. По словам Алексея, желающих помочь было много. Слова поддержки и материальная помощь приходили со всей России, даже из Америки. На самом деле я узнал, что у меня много друзей. Потому что вся наша школа спортивная, все друзья, близкие. Школа «Динамо» хоккейная, «Жемчужина» Алтая, где занимается Полина. Все, все, ну, единым разом все объявили, что вот у нас такая случилась трагедия. Прошло уже больше месяца, а сейчас Алексей со своей семьей живет у мамы жены. Его дочь Полина прогуливается по развалинам дома. И кажется, девочка пришла в себя. Но, по словам папы, ребенку нужна помощь – психолога. Мужчина надеется, что скоро вся семья вновь обретет крышу над головой. Алексей благодарен всем компаниям, которые безвозмездно предоставили строительные материалы. Алексей почти убрал все, что напоминает о пожаре, и готов начать строительство. Мужчина надеется, что неравнодушный продолжит ему помогать. На экране телефон Алексея Щепкова. Не оставайтесь в стороне. Елена Кузовкина, Екатерина Скорых, Андрей Печоркин. Наши новости. НЛО атакует. Соцсети буквально взорвали снимки не совсем обычных облаков, которые зависли над городом. Кто-то их сравнил с очередными летающими тарелками. Десятки свидетелей тут же принялись фотографировать необычные явления и выкладывать в глобальную сеть. Облака в форме ядерного гриба были замечены в районе Барнаульского поселка Солнечная Поляна. Подобные летающие тарелки могут говорить о резком изменении погоды или приближении атмосферного фронта. Вот как раз на ближайшие дни синоптики вновь сделали неутешительный прогноз. Нас, скорее всего, ждут град, грозовые ливни и сильный ветер. Точно такие же облака могли заметить жители Алтайского района. Редкое явление природы зависло над озером Ая. Как и Барнаульцы, местные предположили, что это следы от пришествия внеземных цивилизаций. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Во многих районах временами сильные дожди. В Алейске, Изминогорске днем около 24 градусов выше 0, плюс 25 в Кулунде. В Барнауле днем плюс 24, после обеда обещают дождь. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok